Всем добрый день, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. Сегодня с утра пораньше я оказалась случайно вот здесь, на Шаболовской улице, метро Шаболовка, и обнаружила вот такое здание красивое. Сразу подошла посмотреть, почитать, что это такое, и решила поснимать. Правда, снимать здесь немножко неудобно из-за зелени, надо, наверное, зимой снимать. Но, тем не менее, расскажу вам то, что я сумела узнать. Это богодельня Нечаева. Интересный факт, что у музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонте, известный музей, да, и вот этим небольшим зданием есть общее. Знаете что? У них одни и те же создатели. В 1996 году открылась построенная на средство Нечаева-Мальцева Нечаевская дворянская богодельня с церковью Стефана Архидиаклона. И этот Юрий Степанович Нечаев был скромным, незаметным чиновником, когда он неожиданно получил многомиллионное наследство от дяди Мальцева, владельца стекольных заводов в Гусь-Хрустальном. Деланием денег Нечаев-Мальцев, он добавил своей фамилией, фамилию дяди, не интересовался, а полученным наследством распорядился по-своему. Тратил большие средства на путешествия, меценатство и благотворительность. Он и его брат основали приют на Шаболовке в память об отце Степана Дмитриевича Нечаеве, человеком незаурядным, в молодости близким декабристом, занимавшим крупные посты в российской бюрократии, серьезным любителем истории, поэти и прозаики. В 1919 году в Нечаевской богодельне устроили приют для ослепших воинов. Храм Стефана Архидиаклона действовал до 1922 года. После этого в здании расположилось государственное учреждение и контора. Сейчас здесь размещается федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Детей у Сергея Мальцева не было, жив он одиноко, и единственным его помощником был скромно молчаливый трудолюбивый чиновник Юрий Нечаев. Каково же было его удивление родственников, когда после смерти Мальцева выяснилось, что в 7-м миллионное состояние он завещал Нечаеву. Он написал, что заводское дело считает дороже семейных отношений. Также среди родственников нет никого, кто мог бы его продолжить. Он оставляет свои богатства человеку простому и деловому. Вот так это все и произошло. А перед нами еще одна достопримечательность возле Шуховской Шаболовской башни. К сожалению, его плохо видно и его невозможно снять. Это Варваринский сиротский приют на Шаболовке. Оно появилось не на пустом месте здесь. Вот я рассматривала, вам его сняла. И создателем этого приюта был московский мещанин Алексей Иванович Лобков. Он сделал удачную государственную карьеру, дослужившись до чина действительного государственного советника. Был крупным традиционером древности, старинных книг, рукописей. И желая оставить о себе добрую память среди горожан, Лобков жертвовал на благотворительность. И приобретая землю на Шаболовке, он решил создать здесь сиротский приют. И на эти средства в 1849 году было выстроено здание по проекту архитектора Бруковского, известного Зодчева. Ну вот, вначале имел статус женского профессионального учебного заведения. Принимались туда дети-сироты от 9 до 14 лет, независимо от сословной принадлежности. Имелось платное и бесплатное отделение. Здесь могли получить образование воспитанницы, также выучиться основу рукоделия и домашнего хозяйства. Находился приют под покровительством Великой княги Елизаветы Федоровны. В 1919 году приют был закрыт, но здесь домовым храмом. И здесь была возведена Шуховская башня. Ну вот так это вот и получилось, что как бы он вошел на территорию этой Шуховской телестанции. И сегодня здесь находится технический центр. Ну, а мы с вами сейчас на мытной улице. И перед нами корпуса фирмы парфюмера француза по происхождению, который приехал в Россию. И здесь развернул парфюмерное дело Бракара. Бракар открыл свое дело в теплом переулке, то есть это на Никольской улице. Я вам показывала уже его красивое здание с магазинами. Сейчас эта фабрика называется Новая Заря. Но начиналась она вот именно Бракаром. И вот после открытия своей фабрики он открыл, потом перебрался на Пресню. И там уже, вернее, дом Бракара находится на Никольской. А свою небольшую фабрику он открыл на Пресне. А в 1869 году он приобретает здесь на мытной улице усадьбу. И новый адрес фирмы Бракара звучит так. Как Москва, маловаренная фабрика Бракара за Серпуховскими воротами на углу Арсеньевского переулка и мытной улицы. Здесь был построен главный дом в качестве административного корпуса. Кусочек парка с фонтаном. И мелкие надворные постройки сносятся. И на их месте вырастают вот эти большие новые производственные корпуса. В нескольких каменных корпусах варились, парились, смешивались. Крошилась масса, призванная отмыть всю Россию и довести ее до европейской кондиции. Усадьба фабрика появилась живописной. И ее изображение надолго превращается в фирменную этикетку компании Бракар. Наверное, о парфюмерии Бракара можно снимать отдельное видео, потому что у него и особняк, и здание, доходный дом, и фабрики по всей Москве, и на Пресне, и вот здесь, и на Ритай-городе у него магазины. В общем, такой предприниматель был достаточно известный, широко развернувшийся, француз. Хотя он сюда приехал с братом, брат потом уехал обратно во Францию, он остался здесь. И вот со своей женой, с Шарлоттой вместе, она ему подсказывала, как и что. В общем, такая женщина тоже попалась ему в жены мудрая. И вот они таким образом развернули свое дело. И вот здесь находится эта фабрика, бывшая фабрика Бракара. Но в данном случае я вам не буду больше про Бракара здесь рассказывать, потому что я вам хотела рассказать о том, совсем о другом тоже месте, как бы известном. И ныне это место, бывшая фабрика Бракара, которая, кстати, была основана в 1884 году. В 1922 году была передана фабрике Гознак. Собственно, вот о Гознаке я и хотела вам рассказать и показать. С 1922 года здесь, в главных корпусах, находится фабрика Гознак. Ну, надо сказать, что Московская фабрика Гознак занимает особое место в истории производства денежных знаков в России. Она была базовым предприятием, с помощью которого создавалась вся система печатного производства в нашей стране после революции 1917 года. После того, как была прекращена печать денежных знаков в Петрограде. История фабрики началась с эвакуации экспедиции заготовления государственных бумаг из Петрограда в 1918 году. Эвакуированное в Москву печатное и формное оборудование разместили как раз в помещениях бывшего завода «Фторова». Годом позднее, 6 июля 1919 года, расширением Наркома финансов создано управление фабриками заготовления государственных знаков, объединившие, существовавшие к тому времени печатные Московскую, Пензенскую, а также бумажную Петроградскую фабрику заготовления государственных бумаг. С этого момента компания начинает носить имя Гознак, который сохраняется до наших дней. И в 1923 году все печатные производственные мощности Гознака были сконцентрированы на территории фабрики Бракара. Вот здесь, на Мытной улице, где и по сей день, вы видите, здесь вот фирменный знак над входом располагается. Эта фабрика печатна и по сей день. Петровая история этой фабрики связана неразрывно с историей нашей страны. Все ее военные победы, политические, экономические, культурные события отражены в продукции Московской печатной фабрики Гознака, в банкнотах, бланках, паспортов, свидетельствах о рождении, дипломах о высшем образовании, школьных аттестатах, арсизных почтовых марках и так далее. Мы все время сталкиваемся с продукцией этой фабрики. С начала своей работы в столице в 60-х годах XX века Московская печатная фабрика Гознака была единственной фабрикой в СССР, изготавливающей государственные денежные знаки, ценные бумаги, документы строгого учета. Здесь, на территории фабрики, в 1922 году была построена мастерская выдающегося скульптора Ивана Дмитриевича Шадра, который по заказу Гознака создал скульптуры собирательных образов рабочего, красноармейца, крестьянина. Впоследствии эти образы появились на денежных билетах, ценных бумагах, облигациях, почтовых марках Советской России. Здесь значился также славный трудовой путь Ивана Ивановича Дубасова, будущего главного художника Гознака, автора дизайна Герба СССР, а также множество советских банкнот, марок, наград, в том числе золотой звезды, знак отличия героев Советского Союза. В 1941 году, с начала войны, значительная основная часть оборудования и группа квалифицированных рабочих специалистов фабрики была эвакуирована в Краснокамск. Другая меньшая часть оборудования рабочих была преобразована, перебазирована в Ташкент. И в сентябре филиал Московской печатной фабрики на Урале начал выпуск продукции, получив название Краснокамской печатной фабрики. Фабрика возобновила работу в Москве уже в 1942 году, а через три года вместе с другими предприятиями Гознака активно включилась в подготовку к проведению послевоенной денежной реформы 1947 года. Также сотрудники фабрики принимали непосредственно участие в подготовке и реализации денежной реформы 1961 года. В 1990-е годы фабрика работала с полным напряжением сил, справляясь с возрастающей денежной инфляцией, нехватки наличности. В то же время было осуществлено масштабное переоснащение, модернизация этого производства, было поставлено и куплено новейшее оборудование для печати, разрабатывался новый дизайн. В сентябре 1997 года на Московской и Пермской в печатных фабриках для проведения паспортной реформы началось изготовление бланков российских паспортов. В 2005 году здесь стартовал один из самых масштабных проектов последнего времени – создание государственной системы изготовления и оформления контроля паспортно-визовых документов нового поколения. То есть биометрический паспорт, соответствующий всем требованиям, разработал тоже Гознак. И здесь организовано было структурное подразделение «Центр персонализации паспортов для изготовления и персонализации бланков паспортов нового поколения с пластиковой страницей». Ежегодно здесь осуществляется персонализация до 5 миллионов биометрических паспортов граждан в России. Ну и при Олимпиаде в 2014 году тоже печатная фабрика. Здесь был изготовлен первый тираж, первый в истории памятной банкноты Банка России, посвященный этому событию. Защитным знаком «Зебра», примененным при изготовлении этой банкноты, был отмечен наградами различными, признан как лучший защитный признак или продукт 2014 года. Ну и сегодня фабрика «Гознак» – это современное оснащенное предприятие с широким спектром работ и продолжает работу над выполнением заказов Банка России и других заказов. И полная модернизация оборудования была проведена, и современные машины. В общем, фабрика следует традициям, заложенным еще в экспедиции изготовления государственных бумаг. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты уникальных профессий, граверы, художники, печатники. Рабочное мастерство передается из поколения в поколение. Ну и, наверное, на сегодня это все. Я буду с вами на этом прощаться сегодня. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем желаю всего самого-самого хорошего. Здоровья, добра и удачи. Адрес фабрики вы можете видеть вот здесь. Всем пока-пока. До встречи.